Хочу сказать, что те женщины, которые вышли замуж за американских мужчин по интернету, женщины, которым за 40, 45, 50, 60 лет, они, конечно, находят свое маленькое счастье, приезжая в Америку. Потому что и мужчины вот этого определенного возраста, когда им уже за, они не хотят тратить свое время, не хотят тратить свою энергию, не хотят тратить и свои деньги на то, чтобы опять начать знакомство с женщиной, чтобы устроить с ней свою жизнь. А американская женщина, она требует больше времени, она требует денег, она требует, чтобы мужчина перед тем, как она согласится выйти за него замуж, вложился в нее. Поэтому такие мужчины не потому, что они плохие, или они такие вот жмоты, или еще что-то, они хотят, чтобы этот процесс прошел быстрее и безболезненно. И видя, что у каких-то других их друзей, у друзей друзей, есть счастливые семейные браки с русскими женщинами, которые были привезены для этих браков, они тоже решаются стать на International Science и найти себе тоже хорошую русскую женщину. Они ее находят, они привозят их, русских женщин. И что же получается? Да, конечно, никто не собирается дальше разводиться, все уже как-то стараются приспособиться, то есть муж и жена, русская жена и американский муж, они стараются приспособиться друг к другу. Какие-то basic разговоры на английском языке, например, о еде, о том, что приготовить, где покушать, куда сходить в кино, куда съездить, там, попутешествовать, это все присутствует. Но, к сожалению, сколько бы вы не учили английский язык у себя, опять же, на родине, вы сюда приезжаете и у вас нет окружения американского, вы ни с кем не разговариваете. И поверьте мне, ваш муж, как бы хорошо он к вам не относился, он не будет вас учить английскому языку, он не будет тем более исправлять ваш английский. Американцы так устроены, и это, я считаю, что одно из очень хороших достижений. Они не высмеивают, когда иностранец говорит плохо на английском языке, и они не поправляют, когда иностранец говорит неправильно что-то на английском языке. Так вот, ваш муж не будет вас учить английскому языку, и вы, встречаясь, опять же, здесь с такими же русскими женами, которые приехали сюда, были замуж по интернету, вы будете устраивать какие-то посиделки, и вам будет казаться, что это все так прекрасно. Но я не думаю, что вы приехали для такой жизни сюда. Конечно, это хорошо, найти свою половинку и вот доживать остаток уже жизни, но ведь доживать ее тоже нужно интересно. Нужно, чтобы у вас с вашим мужем, американским мужем, были общие интересы не только что покушать, но и духовные общие интересы, которые именно обогащают и сплачивают, как ни что остальное, ни что другое. Ведь на старости лет о чем-то нужно разговаривать, а когда нет языка, когда нет... Мало того, что в этом возрасте женщина не имеет представления о книгах, о кино, о шоу, на которых выросли их американские мужья, то надо хотя бы теперь начать уделять внимание тому, что ваш муж любит, для того, чтобы... Если он любит спорт, вы его не любите. Да надо полюбить этот спорт. Если он любит новости, а вам не хочется, потому что вы не понимаете, но вы все равно заставляете себя смотреть эти новости, смотреть этот спорт, разговаривать, вытягивать мужчину на разговор. Вот тогда вы только можете учиться английскому языку. А если вы будете сами по себе, женщина сидит на ютубе, на русских каналах и смотрит на русском языке фильмы о культуре Америки, о красотах Америки, еще что-то такое, какие-то жизненные советы. Во-первых, на русском языке из России жизненные советы, они вам здесь совершенно не подойдут, потому что это, опять же, совершенно разная... Мы разная культура с американцами. Для того, чтобы что-то впитать, чтобы как-то понять, нужно прожить не один десяток лет здесь, в Америке. Поэтому мой совет, что ищите общее соприкосновение, ищите общие точки, когда... точки соприкосновения, когда вы начнете быть интересной вашему мужу, не только потому, что он вас имеет, как заботливую женщину, а и потому, что вы можете говорить на какие-то темы, кроме того, что делать блинчики и печь булочки. Это очень хорошо, между прочим. Это очень хорошо. Вот за что нас любят американские мужчины. За то, что мы делаем хорошие блинчики, варим борщ, печем хорошие булочки вкусненькие. Они нас за это любят, но этого мало. Мы русские женщины. И почему русская женщина в такой цене у иностранных мужчин? Почему много-много и много-много мужчин из разных стран хотят заполучить русскую женщину в жены? Да потому, что только русская женщина может так любить, отдавать, так заботиться о своем мужчине, жертвовать собой, жертвовать своим временем, быть всегда красивой, быть ухоженной, быть интересной, быть нежной, любящей и так далее. Только русской женщине можно спеть эту году, а женщине, у настоящей женщины. Поэтому, когда вы приезжаете сюда, вы постараетесь доказать не только вашему мужу американскому, но и самой себе, что да, вы такая. Начните знакомиться и заводить дружбу не только с русскими, которые здесь живут, а с теми, кто несет американскую культуру. С женщинами, американками, с семьями американскими. Не только на каких-то вечеринках, которых вы будете видеть, а с которыми вы можете пойти в кафешку, посидеть, выпить чашечку кофе или пойти еще куда-то. То есть вы должны разговаривать, разговаривать не только со своим мужем, а разговаривать на daily basis. То есть каждый день, на повседневные темы с женщиной, с американской женщиной. Ведь вы сюда приехали не для того, чтобы остаться до конца своих дней в этом узком кругу русской, прекрасной, но русской культуры. Вы должны многообразить свою жизнь, вы должны многообразить свое мировоззрение. Поверьте мне, здесь, в Америке, столько много порядочных, умных, начитанных, образованных людей, интересных людей, общаясь с которыми вы даже не подозревали, что существуют какие-то такие взгляды, существуют какие-то темы, какие-то представления, какие-то новости, какие-то ценности культурные, ценности искусства, те, которые были вам чужды не только потому, что вы их не воспринимаете, а потому, что вы даже о них и не знали, и не слышали. И вот здесь, находясь здесь, это уникальный случай и возможность принять, понять, насытить себя новым, тем, чего вы до сих пор не знали, не стоять на месте, а идти вперед. В этой культуре очень много носителей прекрасного. Порадуйте себя, будьте счастливы здесь, порадуйте своего мужа, чтобы не только вы гордились собой, какая вы, из какой культуры вы приехали, но чтобы и ваш муж гордился, а он будет гордиться, он будет вас показывать потом всем своим друзьям, рассказывать, он будет вам такую рекламу создавать, что вы не только хорошая хозяйка, добрая женщина и любящая жена, но и вы умная, вы фантастически умная и с вами фантастически интересно доживать свою жизнь. А теперь я прощаюсь с вами, милые женщины, приезжайте сюда, приезжайте, но вы русская женщина, женщина, которая имеет большую ценность, вы знаете об этом, вы знаете об этом и умейте себя правильно преподнести, подать и продать. Будьте счастливы!